Простите, в менструальных циклах. Действительно таки есть. Снимается воспалительный процесс, потому что здесь находится очень важный ингредиентик. Это как раз ежевичная малина, черная. Я попрошу хорошего человека рассказать нам об этом. Как работает? Потом, да? Хорошо, потом расскажем. И этот воспалительный процесс снимается. А знаете, что является основной проблемой как раз именно у женщин при воспалительных процессах? Там невоспалительный процесс. Простите, немножко исправлю. Сам поправлю. Диастольство, что менструальная боли – это за счет сокращения мышц матки. Я могу сказать, что этот микрофон. Здесь много женщин, я скажу. Менструальная боли, они нужны за счет сокращения матки. Нам нужно снять спазм. А вот здесь как раз есть ингредиенты. Черная малина. Вот семена черной малины, которая снимает этот спазм. По хорошему счету, я… Давайте я сейчас буквально два слова скажу. Сейчас. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста. Да. Меня зовут Инесса. Я врачник у Шарги Никола. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Заинтересовалась этим препаратом, честно говоря, не сразу. Начал принимать у меня муж. Желания у меня большого не было, потому что я, как я бы была скептиком большим, я этому не верила. И никому никогда не советовала и не предлагала. Я также не поддерживала витаминотерапию, потому что очень хорошо изучала биохимию в институте и поняла, что это совсем не полезно. Ни один витамин, который в комплексе, ну, больше трех витаминов в одном препарате, это вредно. Так что вы поняли, да. Вот. И поэтому я лишнего никогда не назначала, но и вот это я не одобряла никогда. Вот. Ну, так получилось, что он начал принимать, но у него была проблема. Вот. И в течение там некоторого времени она исчезла. Ну, у меня проблем так таковой не было. У меня единственное, что в течение там послеродов у меня возникли узлы щитовидной железы, и после родов у меня изменился гормональный фон женской моей системы, гиперэстрогения. Что это такое? Ну, понятно, энзометриот, гиперплазия и все. Я попробовала полечить вторыми родами, не получилось. Вот. Все это усилилось у меня, и начали интенсивно расти узлы щитовидной железы. Значит, ну вот, у меня было две проблемы, они меня сильно не беспокоили, но я понимала, к чему это приведет в будущем. Ну, муж говорит, все равно оно у нас дома есть, давай будешь принимать. Я, в общем, не отказалась, сладенькое, вкусное. Узнала, что оно не вредное, потому что мне самое главное было не навредить. Поняла, что здесь одни семена, но что, узнала, что они не вредят, полезны, вот. Ну, и пробовала. Значит, я вам скажу, делала, у меня даже есть результат обследования с тобой. 10 октября я делала крайний ультразвук щитовидной железы, женских половых органов. И вот ультразвук я сделала в прошлый четверг, прошло пять месяцев. Ну, узлы уменьшились, каждый узел на 10 миллиметров. Я, честно говоря, такого не ожидала. А какой литр? Ну, честно говоря, я не очень порядочная в этом плане. Детям я даю, конечно, утром чайную ложку сола, вечером кора. Но надо сначала себе пить, а потом уже детям давать. А в себе что осталось? Вот. Ну, у меня в среднем это было, это столовая ложка сола утром и вечером чайная ложка кора. Сол. Вот это вот и кор. Вот. И, ну, в общем, а перед этим я решила еще сделать гормоны свои посмотреть. Тоже у меня результаты с собой. В одной тоже, например, в лаборатории в Синеве делала. Ну, ТТГ в норме, Т4 в норме. Ну, для меня, честно говоря, это была приятная нежность. Сейчас, через три недели, буду еще делать УЗИ железнодорогих органов. Посмотрю, есть ли еще и там все. Потому что клинически у меня сейчас все идеально, как друг. Но еще хочу посмотреть на сроки металля, чтобы все-таки убедиться, доказать саму себе. Потому что я вроде вижу результат, но настолько я увидела результат на своих детях. Мы не пользуемся жаропонижающими средствами. Для меня это действительно, ну, приятная такая новость, что есть у нас такая альтернатива, которая не вредит. Потому что любой жаропонижающий препарат, знаете, да, противовоспалительный, обязательно влияет на печеночную систему, почечную систему и так далее. То есть здесь у нас... Ну, я про это молчу. У нас любой препарат влияет, кроме аксированного угля. Все. Единственное, что у меня есть сейчас в аптечке, это ножпа, активированный уголь и морская соль для промывания еще носика детям. Все. Ну, у меня, к сожалению, есть еще один препарат постоянно с собой, это витамин С. Да? Да. Ну, честно говоря... Астрабинка, на самом деле, для моей дочки. Она любит. У меня дети их тоже любят, но хочу сказать, что витамин С, ну, не знаю, насколько он правильно его может употреблять, я не знаю. Я исполняюсь больше, это шиповный, где беру витамин С, это баклажаны, это перец. Вот. Вот я ему морожу, потом, значит, шиповный. Другой. Он нужен для построения сосудов, поэтому мы должны его получать, но лучше получать его органически. Органически, как органики, он хорошо цепляется, он правильный. А то, что химически, он проходит очень много реакций. В желудке в нашем, кислотность. В кишечнике он должен усвоить. Для того, чтобы усвоилась нормально наша пища, которую мы получаем, у нас должен быть он чистый кишечник. Спасибо. А чтобы его... Извините меня, я просто, ну, очень много работала. Извините, я вас договариваю. Допомните, пока у вас не будет здоровый кишечник, вы никогда не будете здоровым человеком. Никогда. А кишечник у нас очень страшный. Честно говорю всем. Очень рекомендую. У кого есть возможность, хотя бы раз в три года, есть такая процедура, очистительные эпизмы, но они... Ну, еще к лунотерапии используются. К лунотерапии используются, да. Промывание кишечника. Хотя бы раз в три года сделайте. Вы почувствуете, вы будете есть мало, но вы будете здоровые, красивые, с красивым цветом лица. Да вам уже просто физиология. Дело в том, что человек ест из тонкого кишечника, а пьем из толстого кишечника. Вы курсите? Вот так-то. Потому что кишечник грязный, то представьте себе, что мы едим и что пьем. Спасибо.